Такая аудитория одна на весь мир. За партами каждый третий чемпион Европы, мира Олимпиады. Ольга Данилова – круглая отличница в лыжном спорте. Две золотые медали на играх в Нагана. Она покорила Олимпийские высоты, уступила лыжню другим. Теперь встроит карьеру спортивного менеджера, пытается взглянуть на соревнования глазами организатора. Сейчас я хочу понять, как это все организовывалось, механизмы проведения таких мероприятий. Это единственная в мире кузница кадров для российской мировой индустрии спорта. Здесь учат, как управлять стадионами, проводить соревнования от городских до мировых, организовывать Олимпиады. В университете преподают профессора из разных стран. Их слушают не только чемпионы, которые ушли из большого спорта. Рядом за партами работники спортивной отрасли со всех континентов. Первая лекция в учебном году в Сочи до, во время и после Олимпиады. Рассказывать, как на курорте создалась олимпийская инфраструктура и как она сейчас работает, пригласили представителей мэрии. Мы постарались нашим будущим коллегам представить город Сочи, таким, как мы его сегодня видим. Надеюсь, что та информация, которую они получили, будет ими использована и будет полезна. Спортивные менеджеры должны будут решать как раз те задачи, которые мы ставим перед собой на постолимпийский период. То есть это привлечение крупных серьезных мероприятий в город Сочи. Студенты сыплют вопросами. Интересно все. В Олимпийском университете они будут учиться целый год. За это время им предстоит пройти флагманский курс «Мастер спортивного администрирования». Базовый язык на лекциях – английский. Для тех, кто владеет им не в совершенстве, создана отдельная группа, для которой программа переведена на русский. Среди слушателей – жители Сочи. 11 человек – представители Сочи, которые получили гранты нашего университета. Город получит современных спортивных менеджеров, которые действительно будут продвигать. А продвигать здесь есть, что наследие колоссальное. Спортивные комплексы, которые в Сочи возвели к Олимпиаде, для студентов станут большой площадкой для практики и научных исследований. Эти объекты являются не только местным оригиналным значением, являются спортивным объектом международного значения. И это означает для наших студентов, что у них будет возможность работать на этих объектах. Чтобы эффективно управлять спортивными сооружениями, студентам предстоит изучить весь мировой опыт организации проведения соревнований планетарного масштаба. Для этого в библиотеке университета собрано более 2000 уникальных книг, среди которых мемуары, архивные материалы, исследования по истории Олимпизма. Это второй поток студентов в истории университета. Первые 26 выпускников из 14 стран мира уже применяют уникальные знания на практике. Некоторым предстоит подготовить и провести Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро и корейском Хёнчхане.